Лидия Константиновна Мусина приехала к нам из Новоуральска. Более 35 лет она занимается исследованием истории своего края и не только. Одной из глобальных ее работ стало изучение крупнейшего в нашей стране музея-заповедника Архангельское. Его история и архитектура поражает своим богатством до сих пор. А началось все с князей Голицыных, затем территория перешла Юсуповым. На двух этажах были размещены самые различные экспонаты. Сама усадьба быстро расстроилась. Там на сегодняшний день и на тот момент был сам дворец усадьбы Юсуповых. Стоит храм Михаила Архангела, стоит домик Абрис, театр Гонзака стоит, усыпальница стоит, но на которой никто не захоронен. Стоял памятник в честь приезда Александра Второго и Николая Второго. Поэтому вот такая большая территория была у Юсуповых. Своими исследованиями краевед поделился с жителями нашего округа в первой Одинцовской библиотеке в рамках проекта «Историческая среда». Именно на Урал, в небольшой промышленный поселок Верхневенский, были вывезены ценные экспонаты и тяжело раненые. Как непросто проходила эвакуация, о судьбе исторических ценностей, о жизни госпитализированных врачей и солдат на Урале, Лидия Мусина рассказывает в нашем городе не впервые. Каждый раз убеждается – делают нужное дело. Хорошо, когда новые какие-то документы получаешь, какую-то информацию. И для нашей молодежи, для школьников выступать перед школьниками, перед студентами приходится много. Для них это интересно. Глазки горят, поэтому, я говорю, когда видишь какие-то заинтересованные лица, хочется заниматься этим. Увлекла и постоянных слушателей исторической среды в библиотеке. Тоже знаю очень хорошо Архангельский санаторий. У меня мама там отдыхает и отдыхала. И для нас это очень интересно послушать всю эту историю, историю войны. Все это очень близко. С тех времен на Уральской земле остались неизвестные могилы русских солдат. Найти родственников погибших защитников нашей родины – главная мечта уральского краеведа.